Знаете, я это говорила, я правда не помню, что я это говорила, но тем не менее, раз уж я об этом говорила, да, и спустя год я организовала свою мечту, и вот, собственно говоря, вы здесь, сегодня присутствуете на официальном открытии магазина CNC, где представлена моя коллекция CNC by Ольга Бузова. Год назад мы заключили сотрудничество с этим брендом, и, если честно, никто не из нас, никто из окружающих не ожидал, что так вот бизнес будет развиваться, потому что мало кто верил в меня, и, если честно, мне потребовалось очень много времени, усилий и стараний для того, чтобы вывести на уровень и свою коллекцию, и для того, чтобы вы, уважаемые покупатели, да, были частыми гостями в наших магазинах. Я хочу немножко похвастаться, в этом году мы открыли 50 магазинов, и в 50 магазинах представлена моя коллекция. Для меня это невероятная гордость, потому что, когда ты работаешь, работаешь ежедневно, а в итоге в конце года ты понимаешь, что есть отдача, и эта отдача, она в цифрах, то это, конечно, потрясающе. И это дает мне стимул, дает мне понимание того, что я двигаюсь в правильном направлении, и хочется продолжать работать, продолжать совершенствовать свои модели, свою коллекцию. Немножко расскажу о том, что представлено в магазине в Новосибирске. А, такой, я не договорилась, простите, у меня мысли иногда. С одной на другой перескакивает специфика моего характера. Так вот, и почему Новосибирск это особенный город для меня? Потому что в этом году вы не представляете, сколько городов я посетила. Я всех, все города помню, они все в моей памяти, все наши встречи, они остаются в моем сердце, в душе на всю жизнь, правда. Но их было такое количество, что под конец года я реально поняла, что я очень устала. Я вообще не любительница жаловаться и не люблю и себя жалеть. Работаю с утра до вечера, практически без выходных. Но Новосибирск это крайний город в этом году по открытиям. Поэтому для меня сегодня Новый год. Я не знаю, вы как хотите, я даже к вам празднично нарядилась, я надела платье из своей коллекции «Осень-зима». Очень такое длинное, вечернее, праздничное, цвета Тиффани, очень модного цвета в этом сезоне. Я с вами буду сегодня попрощаться, я вас буду поздравлять с Новым годом, потому что у меня еще одна рабочая неделя и все. И мы с мужем улетаем в долгожданный отпуск, которого мы ждем реально год. Поэтому вы как хотите, у меня праздник, у меня Новый год, и я вам всем желаю такого же настроения праздничного. Тем более, смотрите, уже елочки везде, такая погода. Кстати, у вас очень холодно, почему ты? Сибирь. А я вот, кстати, знаю, что Сибирь славится очень щедрыми мужчинами. Да, это так? А вы с девушкой пришли? Да, с женой. С женой, вот жена, да? Да, жена, вот, она не нашла. А, жена, стоят. Вы там, мужа, а, вот вы, да? Все, вы держите друг друга за руку. Значит, муж и жена. Муж из Сибири. Сколько сегодня платьев приобретет жене? Пожалуйста, расскажите всему нам в Сибирску. Если вы сейчас запустите, то много. Так, но мы, конечно же, сейчас запустим. Это не обсуждается. Именно вас с нее, а вы хотите с кем-то другим? Нет, я могу вас с кем-то другим запустить. Нет, с женой. Да, непременно. Значит, мужа с женой номер один мы запускаем в первую очередь. И сразу хочется сказать, что первым покупаем пять человек. Но, вы знаете, я такая добрая бываю. И иногда мы советуемся с хозяйками магазина. Иногда мы и дальше даем скидки, и седьмому человеку даем, и восьмому. Поэтому, правда, очень хочется, чтобы каждая из вас что-то нашла сегодня здесь особенное. И, кстати, вот говоря о моделях, я в первую очередь делаю акцент на платье. Потому что, я не знаю, как вы, но мне кажется, что платье – это просто идеальный лук для любой девушки. Оно самодостаточное. То есть, под него нужно подобрать туфельки, причесочку, и все. И можно идти в свет. Я недаром надела именно вот это платье. Мне оно, во-первых, очень сильно нравится, потому что кружево в этом сезоне очень актуально и модно. Вы знаете, и на многих своих моделях я использую кружевные вставочки. Сейчас не могу их найти. А, ну вот, там, черное с кружевом – одним из моих любимых платьев. В общем, кружево я добавляю в разной модельке, потому что само по себе кружево смотрится очень нежно. А если говорить именно об этом платье и об этом цвете, у меня есть в бежевом, в черном и вот в Тиффани. Но, девочки, ну, девочки и мальчики тоже. Я надеюсь, мальчики тоже у нас любят и следят за модными тенденциями. Следующий год – год лошади. Нужно встречать исключительно в платьях или в дорядах синего, бирюзового или света морской волны. Я это все прочитала. Я это все для вас специально разузнала. И поняла, что придумывая вот такого оттенка платья, я прям попала в яблочко и в точку, потому что мне кажется, что вот такое платье на Новый год или на какую-то рождественскую вечеринку просто оптимальный вариант. Более того, я очень люблю цвет Тиффани. Вы знаете, он действительно в этом сезоне побил все рекорды. Представлено вот такое платье потрясающее с красивой серебряной молнией. Бирюза серебром, так же, как и золотом, очень хорошо сочетается. Ну, и хит, лично мой хит, это платье «Моя любовь». Пожалуйста, синее платье с кожаными вставочками и сзади вот с таким крестиком. Сидит на фигурке просто потрясающе. Девочки, я не зря вот сейчас именно вам показываю, потому что хочется прям сразу обратить ваше внимание на вот мои любимые модели. Ну, у меня все модели любимые. Каждый раз, когда я надеваю какое-то новое платье, каждый раз я в него влюбляюсь и понимаю, что это моя любимая модель. Поэтому выбрать что-то одно очень сложно. Я надеюсь, что каждый из вас что-то подберет. А я вот сейчас посмотрела и увидела, что движется манекен. Девушка выживая на самом деле, да. Вы посмотрите, какая... А это манекен, можно я посмотрю? Вы представляете? Вы живая? Да, все. Посмотрите, какие профессиональные модели. Я только сейчас обратила внимание, это какая изюминка, вот если честно, магазина. Наши хозяюшки Антонина и Ирочка прям для вас постарались. Я потом вас с ними познакомлю. Я впервые, ну я бы во многих городах была, но я впервые видела, чтобы модель стояла так долго, в такой позе. Так хочется вам... Прямо-то сложно. Слушайте, а вы представляете? Нет, я не могу представлять. Просто. Давайте поаплодируем нашим моделям. Которые просто... Они, наверное, думают, да уйди уже от нас, не обращай на нас внимания. Мы подышать хотим, мы поморгать хотим. Девочки красавицы. Я впервые такое встречаю. Вот очень... Мне нравится, в каждом городе хозяюшки придумывают какую-то свою изюминку. И это, правда, очень здорово. Кстати, вот я прошла сейчас по девочкам, по моделям. Вот бежевое платье, кружево очень тоже симпатичное из моей коллекции. И вот фиолетовое, хочу обратить ваше внимание, платье тюльпанчик, да, он есть в черном свете, есть в коричневом, есть в бежевом, в сером. Очень хороший трикотаж. Ой, они меняются. Все-таки меняются. Так, а девочки, а поскольку у вас пост, скажите хотя бы, покажите вот пальцем. Только не один палец покажите жест, а вот просто пост. Сколько у вас? Они немного. Ну, покажите два, три, не знаю, десять, пять. Пять пост. Ну, ладно. Будем периодически обращать на вас внимание. Вот не договорила о трикотажном платье, что моя любовь, потому что под плотные колготочки, сапожки, даже под дуги. Просто универсальный вариант и в институт, и в ресторан, и на работу. Девочки и мальчики на садике я могу говорить бесконечно. И я очень люблю это делать, но у нас с вами, к сожалению, время ограничено. И мне хочется, чтобы каждый из вас побывал в магазине и пообщался, может быть, получил фотографию или автограф. Сразу поможет вам потом скажет, да, что мы фотографируемся с покупателями, потому что у нас уже через три часа самолет. Нам еще очень много добрых дел нужно успеть сделать. Просто, да, у вас очень много. И сразу хочется сказать всем спасибо, кто пришли. Есть свободные пары? Парни, может быть, или свободные девушки? Вот молодой человек, вы один? А, так, вы с ним? Так, хорошо. Скажите, что вы хотите приобрести своей жене? Все есть. А вы пришли зачем, правильно? А, на меня посмотрите. Ну, ладно. Ну, если вдруг что-то понравится, пожалуйста, обязательно. Мужчины, вот я, если честно, я не знаю, как хотите, но я считаю, что вот в день открытия это прям святое дело что-то приобретать. Посмотрите, тут и у нас есть и шарфики, и блузочки, и есть юбочки по коленам, мои любимые. Потрясающие просто юбки, моя страсть. Сексуальные. На любой жене смотрятся просто с чулками от пад. А, вот такой, как у меня возьмете. А, вот там висит. Как раз оно для вас. Только сами не носите. Очень красивые юбочки. Девочки, обратите внимание на талии с молнией сзади. А, да, прям вот наглядно вам покажу. Сидят просто потрясающе. И с блузочкой прям. Вот, ну и если вдруг здесь кто-то есть свободный, то я обращаю внимание, мужчины все заняты. Парни, есть свободный мужчина здесь? Рука три, рука. Если у вас нет девушки, ищите. Вы посмотрите, сколько девушек пришлось сегодня на открытие. Вы время зря не теряйте, пожалуйста. И, может быть, если кто-нибудь сегодня с покупочкой и поедет в кино или в ресторан, я буду по-настоящему счастлива. Потому что я буду понимать, что моя миссия по максимуму реализована, и я сделаю все, что в моих силах. Я не знаю, может быть, у вас, прежде чем я встану за свое местечко, может быть, у вас какие-то вопросы есть? Вопросы? Давайте. Где вы учились? Где вы учились? Хотя бы какое там образование или курсы? Кто вдохновлял вас? Ну, где учился и кто вдохновлял два вопроса, на оба вопроса отвечу. Да, вдохновение я ищу везде, во всем. И если говорить, например, о мужской коллекции, то здесь меня, конечно, вдохновляет мой муж, который в начале года сказал мне, ну, а как это так? Моя жена дизайнер, а я не ношу твоих вещей. И в ближайшее время и в Новосибирске будут представлены тоже мужская коллекция спортивных костюмов. Да? Хорошо, хорошо. У меня сыновья. Спортивные костюмы супер, на самом деле, потому что я знаю мой муж. Пока он нас не слышит, надеюсь, вы ему не передадите. Он такой привередый, если честно. Если ему что-то не нравится, он никогда не наденет и не съест. То есть он прямо ест то, что только вкусное, одевает то, что самое лучшее. Но он у меня во всем вообще просто золотой мальчик, конечно. И я просто знаю, как бы он меня не любил, если бы мне нравился костюм спортивный, он бы его в жизни не надел. Это я вам гарантирую. Как мне было приятно, когда мы вот пару дней назад пошли в кино, и я поехала на работу, и он мне даже не сказал, и мы встречаемся в кинотеатре, и я вижу, что он в моем костюме Сен-Сипа Ольга Гузова. Вот это, девочки, вы не представляете, для меня это прям... То есть я понимаю, что ему, мужу, нравится, а это значит, понравится и вашему мужу, и вам, и вам. И это значит, что понравится многим, потому что для меня вот он, не знаю, если честно, и талон вообще стиля. Мне очень нравится, как он всегда одевается. Но, естественно, у него всегда спрашивают совет по поводу моделей, потому что мужские глаза видят намного больше, чем женские. Что касается образования определенного, сразу могу сказать, я на дизайнера не училась. Впрочем, как и не училась на актрису, но знаете, что три года, да, успешно очень гастролировала со спектаклем «Шикарная свадьба». Образование у меня другое, было географическое, и оно пока мне не пригодилось. Вот, поэтому, естественно, все эскизы я рисую не сама, потому что у меня нет способности именно вот как рисования, да, но я вижу и понимаю, что я хочу. Я отбираю ткани, я выбираю модели, я объясняю нашим конструкторам, что и какой длины я хочу видеть. И вы не представляете, какой длительный путь и долгий путь от моей идеи, да, до вот такой реализации. Потому что это вот я придумала, потом эту идею нужно реализовать, подобрать ткань, отшить, отшить еще в таких размерах, чтобы в 50 городах было представлено, а дальше больше. Поэтому, конечно, работа очень колоссальная. Естественно, я работаю не одна, у нас есть наши фабрики, мои помощники, которые помогают, да, мне реализовывать все мои желания. Очень часто бывает, что то, что я хочу, не получается в итоге, потому что вот у меня есть видение, да, определенной модели. И когда я ее вижу на деле, мне привозят ткани, да, примерную конструкцию, эскиз, и я понимаю, что это не то. Мы переделываем. То есть, ну, моя коллекция, сразу отвечаю вам всем на вопросы, то, что вот CNT Больга Бузова, это исключительно плод моего воображения, да, моей фантазии, и это мой взгляд на моду, на цветовую гамму, на ткань, на сочетание тканей. Это то, что вот я создаю сама. То есть я... Мое творчество, да, спасибо большое. Вот, но если какие-то вопросы по Дома-два, может быть, интересуют, сразу могу сказать, Гобозова поженились, но на следующий день Алиана порвала заявление, бросила кольцо, ему в лицо, они три дня ругались, он ее даже побил, потом они закрылись в душе, дети, закройте уши, и в душе они помирились, занимаясь волшебством, и на следующий день улетели на Мальдивы. Вот, никому не говорите, что я вам все рассказала. Ну, просто это, конечно, неделя была сумасшедшая для меня, потому что каждый день приходилось ребятам то мирить, то женить. Непонятно. Но вернутся они только через 10 дней, меня уже в том моменте не будет, поэтому я надеюсь, что все будет хорошо у их пары. Вот. Ну что ж, вы знаете, да, мне так нравится здесь стоять, если честно, смотреть вам в глаза. Правда, я вас так люблю, я даже проснулась. Вы не представляете, как мне тяжело было встать. Я встать не могла, честно. Я пошла в дужу, мне извините за подробности, меня просто шатало, подкашивались ноги, потому что полтора часа, конечно, сна это очень мало. Но когда я уже начала просыпаться в эфире на радио, когда я приехала сюда, и вот стоило мне взять микрофон и увидеть вас, все. То есть вот эта вот энергия, ваши улыбки, ваши взгляды меня безумно заряжают. И каждый город оставляет особый след в моем сердце. И правда, спасибо вам большое. Если вот есть те люди здесь находятся, которые действительно поддерживают, любят, спасибо вам большое за вашу поддержку. Уже на протяжении 10 лет, я надеюсь, многие из вас меня знают именно столько, потому что 10 лет назад впервые я появилась в Доме-2 с белыми волосиками в розовых спортивных штанишках. И вот спустя 10 лет уже стою перед вами, представляю не только там спектакль, да, какие-то сериал-проекты, а представляю свою коллекцию. Спасибо вам огромное, потому что без вашей любви, да, ни один артист, и непосредственно я, я жить не могу вообще. Без любви любовь дает мне крылья, это мой воздух. И без любви вашей, зрителей, слушателей, семьи, мужа, я вообще не представляю своего существования. Ну что ж, мне кажется, нужно приступать к самому торжественному моменту. Я попрошу завязать ленточку и позвать двух очаровательных хозяюшек. С Новосибирска Антонина и Ирочка, посмотрите, они красавицы, они такие маленькие, как дюймовочки. Сразу хочу сказать, девочки, в моих платьях, в стене себе Ольга Бузова, прекрасно, ярко-розового цвета, очень вам идет. И моя любимая, ну это неправильно говорить, моя любимая, потому что все мои любимые, потрясающее черное платье с воротничком. Девочки, я уже все, что хотела, все, что могла, сказала. Может быть, вы хотите что-то сказать, обратиться к вашим людям с вашего родного города, нет? Мы поблагодарим, конечно, всех, кто пришел и поддержал нас. Поэтому добро пожелать в наш магазин. Прекрасно, мне кажется, да? Городко и ясно. А вы? Я полностью солидарна с Ириной. Мы всегда рады вас видеть, всегда подберем вам самые лучшие платья, потому что они только у нас, в нашем магазине. Это правда, кстати. Вы можете смело об этом говорить. Это истинная правда. Девочки, приходите к нам. Мы вас всегда сделаем королевами. Королевы. Ну что ж, я надеюсь, что сегодня не одна королева уведет с нашего магазина. Полная покупочек. Девочки, вы потрясающие, прекрасные. Я желаю вам удачи. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы увеличивать ассортимент, увеличивать размер на ряд, и чтобы каждая покупательница уходила довольна и находила что-то для себя. Потому что наша, конечно, задача не только открывать магазины, замечать сотрудничество, а наша задача, чтобы мы работали долго, и каждый магазин, который открывался, он бы долго функционировал. И для этого, конечно, мы со своей стороны будем работать. Ну а вам желаем удачи, девчонки. Давайте подборные аплодисменты. Ира и Антонина перерезают красную ленточку. Давайте поддержим аплодисментами. Потому что для любых хозяек это очень долгожданный и волнительный момент. Потому что для того, чтобы магазин открыть уже с представленным моделем, и, конечно, очень много пришлось потратить времени, сил. Но я надеюсь, что это стоит того, потому что быть хозяйкой такого потрясающего мира для принцессы, для девушки, это просто, ну, настоящее счастье. Я просто знаю, потому что у нас с сестрой тоже есть магазинчик, свой собственный, правда, с дежурением. Но, тем не менее, сразу хочется сказать, что, надеюсь, что скоро в Новосибирске будет представленный магазин дежур, с которой мы открыли собственные сестренчки. Ну и прежде чем я встала за свое почетное место, можно я с вами сфотографирую? Знаю, это просьба звучит немножко странно, но это уже такая стала некая традиция. Кто помещается и потом у себя находит, а кто не помещается, я надеюсь, сможет сфотографироваться со мной позже. Можно только одну секундочку, мы выпустим девочек-моделей, да, им надо уйти. Можно маленький коридорчик создать, потому что они, чтобы потом в магазинах было побольше. Можно зайти, девочки. Кто у нас хотел? Спасибо вам большое. Да-да, раз, два, емся. Сделайте, пожалуйста, коридор, пожалуйста, немножко, ненадолго. Еще один месяц. Очень приятно. Очень приятно. Все мы там альтина. Счастливо. Дальше я расскажу, как у нас будет происходить. Заходить мы будем, наверное, по человеку 5-6. Ну, по мере выполняемости, будем смотреть. Подождите одну секунду, и все будут заходить по очереди. А что за это получат все, а подобряем только по типу. Потому что у вас очень много, со всеми стакандуктуроваться невозможно. Самолет уже скоро. Поэтому, если уважаем друг друга, кто хочет только автограф, не хотите выгонять из магазина, но в связи с тем, чтобы допустили следующих, то тогда делаем это оперативно. Ой, я захотела впустить молодую пару пензантов, но потом поправить, да, уже обещали. Можно с вами написать, пожалуйста. И теперь по 5-6 человек, пусть проходите. Я слышу звонники, 5-6 человек. Все. Раньше, раньше, раньше. Я уже порою на стол. Я хочу, пожалуйста, даже не толкаю, потому что... Я отбойник. Я отбойник. Я отбойник. Единственное, сильно близко подходить на дело, потому что, наверное, ходишь к майке, щадь, а не поправки, какие-то сериали. Чисти, потому что не смеяться очень долго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!